В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На очередном заседании Координационного совета муниципалитета обсудили процесс формирования нового созыва общественной палаты. Общественная палата – это довольно-таки серьезный орган, который имеет системный принцип управления. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провели совместный прием жителей. Присутствие главы, присутствие кого-то из муниципальной власти, по сути, которые и должны обязаны решать эти вопросы, это очень правильно. У дома Павла Федоровича Гаевского прошел митинг, приуроченный 115-летию со дня рождения нашего легендарного земляка. Почтить память удающегося человека, человек, который создал этот город, построил. В здании администрации Ленинского городского округа состоялось очередное заседание Координационного совета муниципалитета. Встречу общественников посетил глава округа Алексей Спаский и председатель общественной палаты Григорий Авдеев, который рассказал присутствующим о процессе формирования нового созыва палаты. Подробнее обо всей повестке дня расскажет Юлия Пагасиан. Заседание Координационного совета Ленинского района началось с поздравления именинников с прошедшими днями рождения. У нас руководитель общественной приемной головы Ленинского городского округа. И тоже родилась сегодня, а вот год не скажу. С приветственным словом к членам совета обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Координационный совет – это как объединение, получается, общественных организаций, ну, чрезвычайно важно. Я, честно говоря, первый раз вообще в своей жизни сталкиваюсь с таким. Это, знаете, как такой коллективный орган, который призван, наверное, или своей миссией – это объединение всех тех иногда непохожих на себя общественных организаций, иногда преследующих разные цели и установки, установлению своеобразного такого гражданского договора или гражданского мира на территории отдельно взятого муниципального образования. В этой организации всегда царит дружеская атмосфера. Здесь собраны все лидеры общественного мнения муниципалитета, которые ведут бесперебойную работу с населением и помогают ему в решении насущных вопросов. Многие члены Координационного совета – представители Общественной палаты Ленинского городского округа. В связи с этим заседание посетил председатель палаты Григорий Авдеев, который рассказал присутствующим о процессе формирования нового созыва общественной организации и пригласил принять участие в отборе кандидатов. Общественная палата – это довольно-таки серьезный орган, который имеет системный принцип управления. Он находится как своя отдельная часть, ячейка, механизм в большой системе общественных палат регионального и федерального уровня. Поэтому для себя нужно, прежде всего, определиться, что это большое количество времени, это большой затрат силы и энергии нужно будет тратить на эту работу. Также в рамках повестки дня перед представителями Координационного совета выступила исполняющая обязанности директора Центра социального обслуживания «Вера» Наталья Троицкая. Она рассказала о работе московской областной программы для пожилых людей «Активное долголетие». Программа «Активное долголетие в Подмосковье» реализуется с июля 2019 года. Она входит в национальный проект «Демография», частью которой является проект «Активное долголетие в Подмосковье», который реализуется в нашем Ленинском городском округе. Данная программа направлена на поддержку здорового образа жизни людей старшего покорения. Завершающим по очереди, но не по значимости, стало обсуждение членами Совета предстоящих масленичных гуляний, которые в округе пройдут в эти выходные. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел прием населения в своей общественной приемной в Видном. При рассмотрении проблем жителей присутствовал и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. С какими вопросами обращались к депутату за помощью, узнала наша съемочная группа. На прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову многие жители идут уже после того, как безрезультатно попробовали решить проблему на местном уровне. На таких встречах часто присутствует и глава муниципалитета. Мы ведем совместный прием и с точки зрения решения вопросов именно здесь на земле, присутствия главы, присутствия кого-то из муниципальной власти, по сути, которые и должны обязаны решать эти вопросы, это очень правильно. В этот раз проблемы поднимались самые разные. Так Любовь Михайловна Олиференко много лет не может решить жилищный вопрос. Ей, проработавшей 20 лет старшей медсестрой ВРКБ, обещали дать муниципальную квартиру, которую она сможет выкупить по льготной цене. Но выделенное жилье до сих пор в статусе общежития. В 2010 году мне дали квартиру 27,8 квадратных метров. Спасибо и на этом я уже хотя бы не оплачивала это жилье. Но были какие-то решения. Вот в Московском мне сказали, будет предложен вариант. Я говорю, я согласна на любой. Алексей Спаский сообщил, что в связи с большим стажем работы на территории муниципалитета в государственном учреждении у Любови Михайловны должно быть право выкупить квартиру за 10% от рыночной стоимости. Сегодня в момент Любови Михайловны, когда мы принимали, прозвучало о том, что идет жилищная комиссия ровно параллельно, где ее вопрос рассматривается. Мы пообещали, что не позже, чем завтра мы ей позвоним. Но вот сейчас уже пришла информация, что решение по вопросу по квартире положительное, и мы наберем ее сегодня. Это решение главы, наверное, должно дать понимание людям, что если ты работаешь добросовестно на территории, если ты, особенно в социальной сфере, то ты будешь защищен в своих правах. Жительница деревни Мисайлова Елена Штайнгаур попросила помочь внести изменения в проект строительства дороги Каширское шоссе Молоково-Андреевское, так как часть дороги должна пройти по земельному участку, где расположены танхаусы, в одном из которых она проживает. Там есть рядом место, есть рядом поля, есть рядом поля. И там никто еще не живет и ничего не мешает изменить на данный момент проект и план застройки. Потому что именно из-за плана застройки хотят снести нас. Надеемся, что сумеем каким-то образом разобраться. Не знаю, насколько уже решения приняты, можно будет поменять. Глава обещала разобраться в ближайшие три недели. Мы будем контролировать весь этот процесс. Одни проблемы пришлось брать, что называется, на карандаш, другие разрешились уже в процессе встречи. Так Татьяна Степанова, проживающая на Жуковском проезде со своим свекром, ветераном Великой Отечественной войны, уже давно не может добиться обещанного еще в 2017 году утепления дома. Но глава муниципалитета пообещал, в этом году работы будут выполнены. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 28 февраля в учебном центре Российского производственного объединения «Албис» состоялась практическая конференция под названием «Архитектура в металле», посвященная современным фасадным решениям. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Российское производственное объединение «Албис» уже на протяжении многих лет изготавливает потолочные и фасадные системы для самых разных зданий и сооружений. 28 февраля в учебном центре компании прошла конференция на тему «Архитектура в металле», посвященная современным фасадным решениям. В ней приняли участие архитекторы, инженеры, конструкторы и заказчики, чтобы на примере реализованных проектов, таких как жилые комплексы, бизнес-центры, социальные объекты, поделиться опытом применения отделочных материалов. Наиболее интересны вопросы реализации объектов социальной инфраструктуры. Мы понимаем, что кассеты алюминиевые, те материалы, которые производит «Албис», причем приятно, что он производит их на территории Московской области, то есть для нас это региональный продукт, они имеют очень хорошее соотношение цены-качества и при этом дают возможность применять интересные архитектурные решения, не банальные вещи делать, оставаясь в рамках рационального бюджета. Вице-президент Московского отделения Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов в своем выступлении рассказал, что при разработке фасада главная красота, нежели прочность. Ведь в первую очередь мы обращаем внимание на облик здания. Он отметил, что и на предприятии «Албис» больше заказывают продукции именно для интерьеров. Алюминиевая промышленность позволяет максимально в короткие сроки произвести строительные конструкции в заводских условиях и в максимально короткие сроки их собрать на стройке, то есть что бывает минусом строительства. Но, несмотря на это, общий мировой прогресс все-таки уступает место по эстетике. На конференции обсуждались вопросы взаимодействия архитектора, конструктора и заказчика с целью создания продукции. Ведь правильное сотрудничество – это основная составляющая качественной постройки. В настоящее время «Албис» – это современное предприятие, обладающее полным технологическим циклом производства и высококвалифицированным штатом сотрудников. Участники форума отмечали, что компания с успехом внедряет передовые инновационные разработки и заботится о качестве предоставляемых услуг. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения самого, пожалуй, легендарного земляка – Павла Федоровича Гаевского. Заслуженный металлург РСФСР, первый директор московского коксогазового завода, человек достойный, чтобы о нем помнили. У дома, где в последние годы жил Павел Федорович, состоялся митинг, на котором присутствовали его близкие, жители Видного, ученики школы номер 4 и наша съемочная группа. Дважды в год у дома, в котором в последние годы своей жизни жил Павел Гаевский, собираются совершенно разные люди. Школьники, представители общественности, соратники Павла Федоровича и, конечно же, его родные. Сегодняшний митинг был посвящен дню рождения этого легендарного человека. Почтить память выдающегося человека, человека, который создал этот город, построил, героя социалистического труда Павла Федоровича Гаевского. Но сегодня необычная дата. Сегодня 115 лет со дня его рождения. Павел Федорович был человеком необычайного характера и силы. Его уважали, к нему прислушивались. К сожалению, с каждым годом остается все меньше людей, с которыми Гаевский вместе строил город и завод, его друзей и соратников. Василий Червяков – один из тех, кому довелось видеть первого директора завода. Замечательный человек, замечательный. Как руководитель, как человек, отзывчивый. По тем меркам, коммунист. Один из тех, кто знал Павла Гаевского близко, его сын Вячеслав Павлович, которому каждая улица, каждый дом в старой части Видного напоминают об отце и всех тех, кто вместе с ним возводил наш город. Вы пройдете по нашему городу, по старой части города, пройдете по заводской, по радиальной, по школьной, по всем улицам нашего замечательного города. Все, что вы увидите, это память о тех людях, которые, как уже было отмечено, с нуля. Здесь было поле, больше ничего не было. Так вот, с нуля построили этот прекрасный город. А после все участники митинга возложили к памятной доске цветы, как благодарность потомков за все то доброе и светлое, что было создано в годы жизни Павла Федоровича Гаевского. Сегодня в нашей студии внук Павла Федоровича Гаевского, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добрый день. Я знаю, что когда дедушке не стало, вам было около 10 лет. Каким вы его запомнили? Скажите, пожалуйста. Во-первых, спасибо, что пригласили в студию. Сегодня действительно день рождения моего деда Павла Федоровича, как всегда, был отмечен памятными словами возле мемориальной доски. И огромное спасибо. Я хотел сказать слова благодарности, во-первых, жителям города, которые пришли, руководству Ленинского городского округа, которое отнеслось с таким вниманием к этой дате, и школьникам, которые сегодня также присутствовали на мероприятии. Отвечая на ваш вопрос, хотелось сказать следующее. Общался он со мной не так часто в силу своей занятости, но когда он себе это позволял, мы с ним смотрели футбол. Это его любимое занятие было в свободное время – смотрел футбол. Позволял иногда посмотреть, какие у него документы на рабочем столе дома. Я вот отчетливо помню. Конечно, суть документов я не помню, я еще маленький был, но я помню, как этот процесс проистекал. Мне было интересно покопаться в его папках, в ящичках во всех, все эти ручки, бумаги, какие-то бланки. Как отдыхал руководитель завода, казалось бы, да. Мог ехать в какой-нибудь дом отдыха, санаторий и так далее. Нет, самое любимое времяпрепровождение – это взять раскладушку, пойти в лес, на окраину нашего леса, поставить эту раскладушку, и часа два он просто лежал, отдыхал. Вот такое у него времяпрепровождение было в выходные дни. Все, с газетой. Я очень хорошо помню, как он меня водил на территорию коксовых печей в сторону ремонтно-механического цеха. Прогулились мы в сторону ТЭЦ. Он мне рассказывал, где что находится, как проистекают какие процессы. Рассказывал все это очень кратко. Мне это было все непонятно. Но вот то чувство, которое человек испытывал, рассказывая все это, вот я помню прекрасное его лицо, он, конечно, испытывал чувство гордости. Он шел по территории завода, и что бросалось мне в глаза? Во-первых, он здоровался с каждым человеком. Я потом уже, когда занимался хозяйственной деятельностью сам, вспоминал многое из этих событий, и какие-то моменты старался проецировать на свою практику уже. Ну, кстати, хотел задать вопрос. А какие, собственно, еще качества вашего деда вы решили перенять? То, что отличало его, это деловой подход в любой ситуации, к решению любых вопросов. Насколько он внимательно и чутко относился к людям, окружающим его, на производстве, в жизни. Ну, это о многом говорит, конечно. Спасибо большое за ваши воспоминания, Тимур. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был внук Павла Федоровича Гаевского, Тимур Вячеславович. Учащиеся школ муниципалитета и воспитанники учреждений дополнительного образования могли продемонстрировать свои таланты в разных жанрах в рамках фестиваля творчества «Веснушка-2020». Лучшие работы были показаны в кинотеатре «Искра». На мероприятие побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В Видном в 27-й раз прошел многожанровый фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Веснушка». Главным организатором выступил Центр детского творчества «Импульс». В кинотеатре «Искра» состоялась выставка лучших работ и награждения победителей. Сегодня у нас все победители выставили свои работы и на сцене у нас будет галоконцерт. Это дети, которые участвуют в творчестве вокальном, в хореографическом, в творчестве, которое можно показать в концерте. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 2,5 тысячи человек. Свои работы подготовили как воспитанники «Импульса», так и учащиеся образовательных учреждений округа. На стендах экспозиции были представлены поделки из глины и папье-маше, мягкие игрушки, сделанные своими руками и, конечно, художественные работы. За свою картину диплом получила Алиса Клепикова из Видновской детской школы искусств. Я работала над ней минимум три дня. Вначале я рисовала ее, ну то есть намечала, где она, потом все прорисовывала, где что, и потом стала раскрашивать, подбирать тона, ну, конечно же, с помощью своего руководителя. Занимаются юные художники в ДШИ под руководством преподавателя Ксении Мироновой. Кто-то смотрел образцы великих художников, кто-то изображал натюрморты, кто-то портреты. То есть все работали над своими любимыми жанрами, что немаловажно. Всего обладателями дипломов победителей в разных номинациях стали 715 человек, а 63 участника получили гран-при. Их награждение проходило в Большом зале во время праздничного концерта. 27 лет конкурс живет, и дай ему Бог жить еще столько и еще больше. И я сейчас хочу, чтобы все вместе мы благодарили Центр «Импульс» руководителю Владимировну за то, что они являются уже 27 лет организаторами бессменными такого замечательного, творческого, креативного конкурса. Спасибо! Поблагодарю! Спасибо большое! Дипломы вручили лучшим танцорам, победителям вокального конкурса, конкурса чтецов и многим другим. Молодежь Ленинского округа всегда славилась своей активностью, а благодаря таким традиционным конкурсам есть отличная возможность развивать свои таланты. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!